Накопитель энергии по поводу капа стабильности, он также как у щитов, зависит от объема. То есть можно различными модулями непосредственно сам реген щита увеличивать, можно увеличить его объем и реген тоже увеличится. Можете искать в инженерном оборудовании, в симуляции. Силовые реле, силовые петли накопителя и системы пассивной подзарядки. Также еще по моему системы диагностики и по моему реактор еще восстанавливает капу. Вот первый и второй вообще чем отличаются? Непонятная фигня. Один в нижний, второй в нижний. Оба увеличат скорость подзарядки накопителя. Один режет подзарядку щита, второй нет. Соответственно тот, который режет подзарядку щита, он и подзарядку капы увеличивает. Не, но если у меня фит на танковку броней, я естественно бы использовал первые. Он даст больше подзарядки капы и на щит мне в принципе все равно было бы. То есть его в принципе лучше на щиты не ставить. Shadow, а ты бы что выбрал, в какой ситуации? Флойл Койл, это у тебя минус реген, то есть у тебя получается он маленький, но быстро дегенерирующий. Если у тебя капоситор небольшой, он регенерирует быстро. Для чего это нужно? У тебя есть корабли, которые высасывают капу. То есть эти модули ставятся на корабли, которые предполагаются воевать против нетрящих кораблей. И они тебе за один цикл твой большой капоситор высасывают, потому что они сосут процент от твоего объема капоситора. Чем он у тебя больше, тем больше они у тебя высосали. А когда у тебя он маленький, но быстро регенерирующий, тебе пофиг на них. Вот этот модуль я буду ставить на корабль, который предполагается ПВПшная война против кораблей нетрящих, то есть которая будет нейтрализовать мою капу. Либо вампириков, либо нетриков. Все, вампирики не так, а нетрики да. Вот это будет нейтрализующий. Действительно ли он на 39 процентов увеличит реген? Твой общий реген будет меньше, но конкретно этот модуль все увеличит на 39 процентов. От того, что останется. Он отнимет 20 процентов от твоего капоситора, и тот объем, который останется, будет регенерировать со скоростью 39 процентов. Вот так он будет работать по факту. Хорошо. Теперь, ребята, смотрите, как это проверить. Ну, вот у вас накопитель энергии. У вас процентов указано. То есть, потом самое последнее в скобочках это проценты во второй строчке. То есть, запомнили этот процент, а теперь ставьте этот модуль в нижний слот и смотрите на результат. То есть, вот эта вот хрень, влияние на заповосписание, характеристик модуля должно показывать окончательный результат. Просто берете, вставляете модуль и смотрите, что по факту происходит. Другие модули. Вот, короче, в средний слот. Его открываем, смотрим. То есть, никаких резаний щитов. Просто одни плюсы. То есть, модули, которые только дают бонусы, а есть модули перераспределяющие. То есть, они где-то забирают и где-то дают. А есть, которые только дают. Вот, еще вот этот модуль увеличивает. Просто гуд. Просто всего по чуть-чуть. И туда, и туда. Он же костыль, по-моему, да? Да, это костыль. Понимаешь, рационально зафищенный корабль, это первое, у него нет ни одного костыля. А второе, у него ЦПУ реактора по максимуму используется. Костыль, это любые модули, которые помогают, увеличивают ЦПУ реактора. Если у вас не хватает ЦПУ реактора, первое, это у вас, значит, неправильно, не докачаны навыки. Второе, вы неправильно фитите корабль. То есть, вы фитите его не для его предназначения. То есть, он не для этого фита. А можно такой вопрос про капоситор? В ПВП, когда его выжирают, например, тем как-то можно бороться? Капбустер. Это тоже в средний слот капбустер, да, у нас идет? Ну да. Тут момент учтите такой. Чем меньше батарейки, тем больше штук их можно закинуть туда. Следовательно, до дольшей бедой перезарядки. Но они меньше регенят энергии. А вот второй, это увеличивает объем. Соответственно, чем больше объем, тем выше регенерация. И плюс приятный бонус минус 20 процентов влияние на сопротивление накопителей нейтрализующему воздействию. Остались большие слоты только. И риги. Из врага вытягивать капу. Нормальная штука, особенно для пацанов, кто выбирает ближний бой. Так, ну что, переходим к ригам. Ну, два их, по-моему, всего есть, правильно? Больше их нету. Отличия у них. То есть, первый увеличивает скорость подзарядки, просто реген. А второй увеличивает его объем, что тоже увеличивает его регены. Пожертвования. Донат. Донейте чарите. Рекруты могут самостоятельно решить, сколько они готовы задонатить на развитие академии. Тем самым, отблагодарить за всю ту помощь, которую они тут получают. Для того, чтобы перевести деньги, свои кровные или не свои, нужно открыть меню информация о русской академии из любого удобного места. Например, из меню корпорация, тут главная страница, а в ней нажать на логотип русской академии или на и информация. В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать перечислить деньги. Много перечислять не нужно. Будет достаточно, если вы от общей суммы ваших кровных всего три процента оставите себе, ну а все остальное на благое дело. На зло неудача, на зло заваруха. Чтоб не было с вами, не падайте духом. Бывает, что носом, коленками, брюхом. Что ж, падайте всем, но не падайте духом.